Упал в реку из-за разрыва колеса, что известно о ДТП с автобусом в Забайкалье. 1 декабря 2019 года, 22-3 Георгий Масалов в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лед реки Куэнга. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, еще 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление. Следственный комитет возбудил уголовное дело ПЧ. 3 статья 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 14 госпитализированы. Об этом сообщили в МЧС России. Всего в автобусе находились 44 человека, включая водителя. Он погиб сразу при столкновении. По уточненным данным, в автобусе находились 43 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадал 41 человек, 19 из них погибли, в том числе и двое детей. 14 человек госпитализированы. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Мездрав сообщает о 22 пострадавших. Шестеро были доставлены с инавиацией в краевую больницу в Чите. Четверо нетранспортабельны. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии остаются в Шилкинской и Нерчинской больницах. Тяжелые пострадавшие нетранспортабельны, отметили в ведомстве. Были опознаны 16 из 19 погибших. Все тела были доставлены в Сретенскую центральную районную больницу. По данным ГИБДД, у машины разорвалось переднее колесо. Из-за этого водитель потерял управление, после чего автобус упал в реку. Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куэнга, говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что рейсовый автобус модели Киа Грандберд ехал по маршруту Сретенск-Чита и перевозил 43 пассажиров. ДТП произошло на 60-м километре трассы Могайтуй-Сретенск-Алочи. На место аварии вылетели два вертолета регионального центра медицины катастроф, сообщил ТАСС. В составе бригады – хирург, нейрохирург, два анестезиолога и травматолог. Помимо медиков работают полицейские и спасатели. Также к месту трагедии выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Всего в ликвидации последствия ДТП. Задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, сказал начальник главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов. На кадрах аварии, распространенных в соцсетях, видно, что автобус упал на крышу, пробив лед. Сами спасательные работы уже были завершены. На страницу галереи. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Все лицензии были, водитель опытный. По данным ТАСС, попавший в аварию автобус был заказным. У него были все необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным, заявил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнев. Мы организовываем перевозки по данному направлению, но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту, технический, медицинский, регулярный технический государственные осмотры, сказал он, отметив, что направляется к месту аварии. Информацию о том, что документы автобуса были в порядке, подтвердил и губернатор. Осипов также отметил, что и мост был в надлежащем состоянии. По его словам, необходимо проверить остальные обстоятельства трагедии. Мост также был в порядке, исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста. Ограждение снесено автобусом на значительной протяженности. Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно, ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы, сообщил он. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ЧЕ. Три статья. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю. По указанию руководителя Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Юрия Русанова, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты Краевого следственного управления. Также на месте работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии, говорится в сообщении. Проверку начала и прокуратура Забайкальского края. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющих мостом, с которого произошло падение автобуса, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края. Сообщается также, что на месте работают сотрудники ведомства во главе с прокурором Сретенского района. По результатам проверок планируется принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение нарушения и привлечения виновных к ответственности, подчеркнули в прокуратуре. На место также выехали сотрудники Растранснадзора, сообщила РИА Новости. Отмечается, что они намерены провести проверку в отношении перевозчика. Краевые власти объявили сбор средств для помощи пострадавшим. Отчет о расходовании этих средств будет размещен на сайте регионального Минтруда. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, говорится в сообщении.